Сколько это будет продолжаться? Ну, как сказал Байнштайн, до тех пор, пока уже не сможет продолжаться. И мы можем, конечно, пообсуждать экономические моменты, фундаментальный уровень, который, кстати, по-моему, выглядит не очень. Здесь я согласен с Ричардом и остальными, которые считают, что впереди у нас серьезные проблемы. Но есть много людей, которые скажут, «Да, мы всегда можем напечатать денег и делать, что захотим, но я считаю, что впереди конец». И когда он наступит, то империя, заморские провинции исчезнут. Солдаты вернутся домой, инвестиции прекратятся и придется начинать с нуля. И я считаю, что туда мы и движемся. И когда все это произойдет, Путин все еще будет во главе России? Конечно. Но он умирает от рака, он уже должен был умереть год или два назад, так что никуда он не денется. Итак, то, что вы говорите, вы говорите, что когда все кончится, то он все еще будет править Россией. И вы говорите, что все это закончится весьма скоро, что много времени не понадобится. Я не знаю. Вот вы знаете идею черного лебедя? Я считаю, что в этом пруду уже полно черных лебедей. И когда один из них прилетит? Если бы я это знал, то я был бы миллиардером. Я был бы богат, как вы. Блэк Рок хочет продолжение. Блэк Рок хочет идти дальше. Я думаю, что Блэк Рок хочет взять под контроль столько Украины, сколько возможно. Монсанто и куча других фирм тоже. Ведь вы говорите про одни из самых плодородных земель в мире. Где-то 15-20 футов чернозема. Она настолько плодородна, что во Вторую мировую Гитлер пытался грузовиками вывозить ее в Германию. Вот насколько она ценна. Да. Русские и украинцы говорили мне, что можно что угодно воткнуть в землю, и оно прорастет. Вот насколько она хороша. Так что я думаю, немало людей хотят ее забрать. Немало людей хотят и ресурсы России. Ведь в каждой войне присутствует этот аспект. Но что будет в итоге, я не знаю. Лично мне жаль украинцев, так как они жертвы во всем этом. Том, у тебя есть вопросы по Украине, России, Вагнеру, пока я не перешел к следующей теме? Да, но не по Вагнеру. Весьма интересно было посмотреть на все с вашей точки зрения. И я тоже считаю, что уроки истории весьма показательны. Так как многие американцы не понимают, что Украина была кормилицей Европы, если смотреть на количество пшена, кукурузы, сахарной свеклы и всего остального, что есть у нас и считается основой продовольствия. Это просто поразительно. И теперь это все разрушено, и ведутся серьезные переговоры, кому дадут все это восстановить. Ведь, знаете, Холибертон восстанавливает дамбы, электростанции, очистные сооружения и вообще инфраструктуру в Ираке. Да. Да, я думаю, вы правы. Но вспомните. Во время Первой мировой 400 тысяч немцев умерло с голоду в последние два с половиной года войны из-за блокады британского королевского флота. Еда просто не могла к ним попасть. И это не солдаты, а горожане и сельские жители. Да, это были не солдаты. И я вообще-то знал людей, студентов по обмену, чьим дедам и бабкам приходилось решать, кому умереть. Чтобы еды хватило на остальных в семье. Вот что творилось в Германии и Австрии. И когда началась Вторая мировая, чем был одержим Гитлер? Украиной. Он хотел захватить ее и удерживать из-за ее возможности по производству продовольствия. И это очень нарушило все военные планы русских. Вот насколько она важна. И нет сомнений в том, что люди хотят взять ее под контроль. И дело в том, что если она будет нейтральной, то я не знаю, кто тогда поможет украинцам во всем этом разобраться, чтобы их просто не ограбили. А это весьма вероятно. Редактор субтитров А.Семкин